Знаменитые античные тачки. Тут кто-то есть, древние люди. Дорожки какие-то. Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Это у нас Ваня, Маша и Кирилл. Смотрите, в этом выпуске мы покажем, как же выглядит древний античный город Сиедра прямо под Алани. Много интересного, то, чего вы не знали. Кирилл нам расскажет, что он все знает. Поехали. Ну вот, поднялись, упыхались. 400 метров над уровнем моря. Маша – герой. Ну что, друзья, мы поднялись на высоту, и теперь здесь поверх красивый вид, во-вторых, античный город Сиедра. Это то место, которое я рекомендую всем посетить, если вы находитесь в Алани, недалеко от Газипаши. Ну, не промажете, тут есть указатели. И вот сейчас Кирилл показывает своей семье. Это замечательное место. Кирилл увлекается историей, много где побывал. И уже не первый раз здесь в пору проводить ему экскурсию. Вот я его попрошу давать оценку тому, что мы увидим. Ну что можно сказать. Обычный античный город, коих здесь, в общем-то, много. Через каждые 5-10 километров здесь какой-то античный город. Какое-то состояние похуже, какое-то получше. Но, собственно, так как я увлекаюсь реальной историей, я понимаю, что это все совсем недавнее наше прошлое. Это вот буквально там порядка 300 лет назад был потоп, который огромной волной сначала снесло все, что можно было снести. Почему здесь, собственно говоря, остались античные города? Они такие же города были на территории Руси, но там все это дело погибло. А здесь это осталось, потому что волна сюда уже дошла остаточная ее часть. Во время последнего потопа, который был там по-разному, в общем-то, из разных источников, от разных исследователей, то ли он в районе 1700 года был, то ли 1502-1508 год происходил. Происходил подъем воды где-то на 200 метров, потом через какое-то время, порядка 50 лет, опустилось еще метров на 50. То есть 120-150 метров вода поднялась, поэтому по побережьям там Черного, Средиземного моря, вот на этой глубине очень много затопленных античных городов. Это все было хорошо отштукатурено, здесь везде была керамическая черепица, в которой вот мы обломки ее можем видеть, прекрасного уровня работы, вот колонны, например. Они совсем гладкие, давай я поближе покажу, то есть реально гладкие. Вот, поближе покажу. Сейчас так не делают, уже не могут. И да, весной здесь просто кишели черепахи, это красиво, интересно и необычно. Очень интересные здесь кладки, артефакты всяких исторических ценностей культурного наследия. А Ваня нашел что-то очень интересное. Вань, что ты нашел? Это античные тачки. Так, ну-ка где? О, вот античные тачки, знаменитые античные тачки. Секрет раскрыт. Мне кажется, правительство пытает скрыть все это, потому что здесь также я нашел довольно много оборудования. Понятно, что это все античные, несомненно, благо это не убрали. Мы можем насладиться произведениями старых архитекторов и инженеров. Мы видим вот, например, арки, в которых стояли явно какие-то, скорее всего, скульптуры. Вот, все это было покрыто красиво штукатуркой, все было очень красиво и великолепно. Так, а вот это вот, говорили про отливы какие-то, что это такое? Ну, вот здесь, ну это явно отливка. Либо, ну, маловероятно, что это фрезой делали, это проще отливать. Я знаю, что есть много всяких вариантов истории, которые трактуют так или иначе. Ты привержен к настоящей истории, назовем так. Есть люди, которые вот так называемую альтернативную историю преподают. Есть всякие ютуб-каналы, книжки. Расскажи, пожалуйста, немного об этом. Ну, я предпочитаю называть альтернативные истории. Это ту историю, которую преподают в школах. Это абсолютно альтернативная история. Очень веселая, туповатая версия, у которой концы с концами не сходятся. Я как бы увлекаюсь реальной историей. И могу посоветовать реальных корифеев реальной истории. Такой каламбурчик получился. Такие люди, как Олег Павлюченко, канал iSpeak. На ютубе можете найти Андрей Кадыгчанский. Обарин Юрий. Да, с шикарным видом. Здесь трон есть, там вот, на котором мы как-то сидели и фотографировались. А вид здесь вообще абсолютно шикарный. Вот там еще, как минимум, этажа то и два. И вот как раз с Машем разговариваем о том, что здесь вот, когда смотришь на все происходящее, понимаешь, что это очень монументальные строения. Вот мы идем в такие, можно сказать, узкие катакомбы. Потому что там есть остатки мозаичной плитки. Давайте я вам сразу, не проходя туда вглубь, покажу вот эту вот мозаику. Мозаику, я правильно понимаю? Мы уже это хотели показать, да? Мозаики. Виды, виды, постоянно отвлекаешься на красивые виды. Ну, а сейчас с Кириллом по такой лестнице поднялись и уперлись. Вот что это такое, Кирилл? Лестницу откопали немного. А вот дальше перестали откапывать. Вот лестница, действительно она идет, 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 идет. А дальше ее нету. А потом раз так. И видим здесь тупичок. Вот мы видим тут обломки, но видимо это горшок. Вот здесь вот то ли пальцами, но для пальцев узковато немножко, может женские пальцы, может детские. Какой здесь шикарный вид. Вот отсюда вот видна утопия. Это отель, который в принципе многие проезжают, когда едут из Алании в Газипашу. А вот Махмутлар. Навряд ли кто-то видел его с этого ракурса. Посмотрите как выглядит. Сейчас небольшая дымка, но тем не менее видно, что это Махмутлар. Вот сейчас будем идти по этой каменной реке. Маша. Вот эта лестница. Вот эта лестница не может быть. Да точно говорю. А как думаешь, зачем, куда она вела, куда вела эта лестница? Снизу вверх. А может наоборот? Сверху вверх. Но сейчас для нас конкретно сверху вниз. И вот как раз видимо вот эта была лестница вверх, поднималась между городки. Вот эта подстройка, она вся завалена обломками камней. Возможно того же самого города. А мы с Кириллом подойдем поближе и посмотрим, что же там. Ого! Что это? Там лягушки. Кирилл, что это такое? Это церна. Смотрите, настолько геометрически идеальные формы. Весной она была наполнена водой как минимум наполовину. Ну вот мы видим даже след. Угу. То есть в древности здесь хранили воду? Ну запасы воды, конечно. Да. Либо глубокий бассейн, который мы реально. А может и то и другое. В любом случае, друзья, 400 метров над уровнем моря и здесь фактически цивилизация. Откуда она взялась? Кто это сделал? Зачем? Ну вот, друзья, уже глубокий вечер. Находились вниз, вверх. Очень много интересного. Спасибо большое, друзья, что составили компанию. Если вам будут интересны еще какие-нибудь места, обязательно пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть. В описании к этому видео будет больше дополнительной информации. Ну а теперь хотелось узнать у участников нашего похода, экскурсии, что же понравилось и вообще ощущения. Ваня? Монументальность этого города. Маша? Мне цистерны очень нравится. Кирилл? Согласен с предыдущим мороженым. Ну и мне тоже больше добавить нечего. Все было отлично. Спасибо. Ну и наконец просто чао, друзья. Пока. Граждане Сиедры, ну и земляне, пусть у вас все будет хорошо, главное нет войны.